Признайтесь честно, вас тоже запарили эти блогеры? Бренды, тренды, 2024 год, мы носим это. Тьфу, а где вечная классика? Где те вещи, которые не выходят из моды, не выходят из трендов? Про это кто расскажет, а? Ладно, так уж и быть, давайте я. Да-да, я читала ваши комментарии к моему предыдущему видео, где мы говорили о том, что купить этой весной, чтобы ваши образы выглядели максимально свежо и в духе времени. И тут, конечно же, подоспели комментарии про вечную классику, а что же делать, если ты не хочешь следовать трендам? Поэтому сегодня мы закроем этот вопрос раз и навсегда, и поговорим о вещах на все времена, которые всегда будут с нами. Меня зовут Юля Бандок, я персональный стилист из Стокгольма, и про вещи вне моды и времени я знаю все. Поэтому давайте поговорим об этом. Ну и прежде чем мы начнем, напоминаю вам про нашу миссию. Мы же тут вместе набираем 100 тысяч подписчиков на канал. На сегодняшний день нас 70 208 человек. Так что, если вы по какой-то причине смотрите без подписки, думаете, а потом когда-нибудь? Нет лучшего момента, чем сейчас нажать на кнопку подписаться. Первая универсальная вещь на все времена, которая, я думаю, всегда будет с нами, это рубашка. Да, это та самая вещь, которую вы можете передать своим внучкам, если она хорошего качества, но важно иметь в виду, точнее вашим внучкам нужно будет иметь в виду, что рубашка как концепция всегда будет присутствовать в гардеробах, но она с каждым... ладно, не с каждым сезоном, может быть, каждые 4-5 лет все равно видоизменяется. Меняются детали, форма воротничка, длина рукава, а еще меняется то, как мы ее носим. То есть вашим внучкам или даже вам, если вы инвестируете в какую-то стоящую вещь, нужно будет учитывать, что через несколько лет вы должны будете ее стилизовать по-другому. Например, на мне сейчас очень красивая и потрясающая, люксовая по ощущениям рубашка от бренда Lily Silk. И если вы заполняли анкету исследования целевой аудитории у меня в телеграм-канале, я там дарила гайд на лучшие 10 трендов этого года, и первым там шла полосатая рубашка. Полоска это супер универсальный принт, его очень легко стилизовать. И эту рубашку можно использовать как в таких более классических образах в стиле old money. Например, у меня есть такая же тоже от Lily Silk, но с более широкой темно-синей полоской. Это просто квитэссенция тихо-роскошного образа. Но сейчас мне на лето больше нравится вот эта более свободная рубашка. Ее можно носить как в собранных и формальных немного классы образах, или же можно перевести в более казуальный и спортивный стиль и, например, использовать как третий слой. Все зависит от того, как вы вещь будете носить и с чем. Если бы вы, например, получили от своей бабушки классическую сумку Birkin и хотели бы носить ее в этом году, вам бы пришлось это делать вот так, как носят сейчас, а не вот так. Именно поэтому очень важно прокачивать свою насмотренность и иметь в виду, что идти в ногу со временем это просто маст для каждой современной женщины, потому что тогда вы всегда будете выглядеть молодо, свежо, и та самая классика будет смотреться на вас все равно актуально. И скажу вам сразу, что бренд Lily Silk партнер этого видео. Я ношу их вещи уже давно и считаю, что они просто потрясающе подходят для создания актуальных, собранных, женственных и элегантных образов. Я как стилист всегда приветствую этичность и экологичность в производстве одежды. Именно поэтому я давно и с удовольствием ношу одежду от Lily Silk, потому что в своем производстве они используют только премиальные материалы. Например, Mulberry Silk это шелк, на производство которого уходит намного меньше воды, чем на производство хлопка. А еще у изделий Lily Silk есть сертификат Ecotex. Кто знает, тот поймет. Я влюбилась в них навсегда, когда узнала, что Lily Silk приветствует подход Zero Waste в своем производстве. Это значит, что из остатков шелка, например, они также производят изделия. Например, маски для сна и резиночки для волос. Мне кажется, это очень круто. И сейчас между 12 апреля и 13 мая у Lily Silk будет огромная акция в честь Дня Матери и очень-очень приятные скидки. С моим промокодом BANDAK20 вы получите скидку 20% со всего вашего заказа. А если вы закажете больше, чем на 600 евро, то скидка будет 30% с промокодом BANDAK30. Ссылка будет под видео. Я считаю, что это очень крутой шанс купить вещь, которая будет радовать тебя долго, да еще и по очень приятной цене. Но, конечно, не рубашками едиными. Женский гардероб никогда не покинут и блузки. И тут нужно быть немного осторожной, потому что это такой элемент гардероба, который может нас очень быстро превратить в тетку. Если мы, не зная современных тенденций, выберем какой-то фасон, который немножко попахивает нафталином. Или застилизуем блузку так, что она будет добавлять нам 15 лет к паспорту. В случае с блузками такое может произойти очень легко. И таким казусом способствуют, например, неактуальные и не идущие вам принты, а также слишком расхлябанные и излишне романтичные фасоны. Потому что это все нужно уметь готовить и преподносить в более современных стилизациях. Так вот, какую блузку выбрать, если надоели рубашки и хочется оставаться, скажем так, в безопасной гавани и не думать, актуальная она, неактуальная, теткинская, не теткинская. Предлагаю обратить внимание на блузки с бантами, которые сейчас опять ворвались на модный олимп. И единственное, что этот бант не должен быть тоненьким. Вот чтоб там было прям много тканей, пусть он даже выглядит как шарф-лента. Я люблю такие блузки оставлять даже с распущенным, развязанным бантом, чтобы эти ленты-завязки болтались такими, скажем так, авангардными дополнениями к блузке. Мне нравится, не знаю, как вам, напишите в комментариях. Вы больше по блузкам или по рубашкам? Я, честно говоря, больше люблю рубашки, но обязательно шелковые. Следующая вещь, которая никогда не выйдет из моды, это топ. Сейчас я предлагаю вашему вниманию топы с открытыми плечами, которые являются... Ну простите, но это тренд все равно, это и классика, и тренд. Мне очень нравится, когда вокруг лица остается как будто бы много пустого холста, на котором можно или же что-нибудь нарисовать украшениями, или оставить так, как есть. Это топ от Lily Silk, я буду носить очень много этим летом. Мне очень нравится сочетание темный верх, белый низ, а не наоборот. Может быть, камера не очень передает, но топ не черный, а глубокого, благородного, темно-синего цвета. И его можно носить вообще с чем угодно. Он классно будет выглядеть с юбкой миди, с брюками шелковыми, которые сейчас на мне. И его с таким же успехом можно будет потом перенести и в осенний, весенний гардероб и носить, например, под блейзер. Ну и какая же вечная классика без пушистого кашмирового джемпера. И обратите внимание, серый — это цвет 2024 года. Если вы сейчас хотите приобрести что-то легкое, что-то, что вы как раз-таки сможете, например, накинуть даже вечером на классное платье и отправиться на прогулку по набережной, то этот свитер должен стать вашим выбором. Я не могу вам передать, насколько он легкий, как пушинка, как облако. Мне кажется, что место моего любимого свитера, которое было занято бежевым свитером Totem, оно теперь будет занято вот этим красавчиком. Я не хочу его снимать. Я думаю, что я с ним в нем спать буду. Ладно, не буду, конечно же, в нем спать. Но хочется носить просто постоянно, потому что вот это ощущение премиального качества от одежды, оно распространяется на самоощущение, и хочется как-то более так покошачьи, даже двигаться, не могу это передать. Ну, если вы померяете, вы поймете. Супер рекоменд. Я даже в отпуск с собой пакую какой-нибудь кашемировый джемпер, например. Например, вот этот вот от Lily Silk тоже я ношу с осени, и он очень круто смотрится в образах. Ну, и можно вот так просто накинуть на плечи и надеть, если вдруг вы сидите и пьете розовое вино на веранде, а с моря подул легкий бриз. Но не джемперами едиными. Кашемировая классика может быть трансформирована и в такой предмет гардероба, как футболка. Да, это кашемировый топ, но я бы сказала, это практически кашемировая футболка. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, я там недавно рекомендовала офигический шведский сериал, который основан на реальных событиях. Он называется Barracuda Queens. Переходите на ТГ, я там описываю, почему его нужно посмотреть именно с точки зрения стиля. И там героини очень часто носят именно вот такие кашемировые, очень-очень дорого выглядящие футболки. Кстати, скажу сразу, что действия сериала проходят в одном из лакшери районов Стокгольма, и его стоит заценить только из-за интерьеров домов и из-за красивых видов города. Ну и, конечно же, из-за стиля героинь, который основан на минимализме 90-х. И вот такие вот простые вещи, но из супер качественных красивых материалов, конечно же, помогают эту минималистичность создать и при этом сохранить статусность образа. Потому что простая белая футболка или простая футболка — это одно. Кашемировый топ — это другое. И если вы хотите получить такой же, я разыгрываю белый в размере medium. Чтобы его получить, нужно подписаться на мой инстаграм и написать мне в директ слово «футболка». И тогда среди всех ответивших я сделаю розыгрыш и прямо там у вас в директе, в личке, спрошу адрес и пришлю ее. И вы тоже будете ходить как настоящая барракуда queen. Сейчас наступает весна и лето, поэтому про верхнюю одежду мы не будем очень много говорить. Упомяну только одно, без чего я жить не могу. И можете уже остановить видео и писать сразу комментарий. Плащ! Да, плащи всегда будут классикой. Единственное, что нужно, конечно же, подбирать плащ, который будет выглядеть все-таки так, как носят плащи сейчас. Если у вас есть плащи, которые вы храните со времен своей молодости, скорее всего это не то, что придаст вашим образом актуальность и стиль, который присущ только плащам. Потому что это такая вещь, которую ты можешь носить, да хоть на голое тело. Вот я думаю, интересно, меня много в жизни потеряло, что никогда не ездила никому в одном плаще. Надо уже спросить. Но тем не менее, плащ можно носить как платье, как верхнюю одежду, как верхнюю одежду весной и осенью и даже иногда летом. Поэтому, если вы нашли тот самый плащ, который подходит вам по длине, по фасону, он актуального кроя. Это джекпот, девчонки. Продолжаем носить. Одна немного неочевидная вещь из вечной классики, это тельняшка. И мы поговорим о ней в разрезе полосатого кардигана. Тельняшка это такая черная кофточка, которая на самом деле подходит ко всему. Тельняшку можно надеть в любой образ. Она будет выглядеть круто, она легко стилизуется и добавляет небольшую изюминку в виде принта. Как я уже сказала, мы будем вносить этот принт в образ при помощи вот такого классического кардигана, который, да-да, конечно же, вечная классика. Давайте посмотрим, как его можно надеть. И только скажите мне, что это не classy as hell. Но обратите внимание, что я все равно стилизую этот кардиган актуально. Я ношу его с самой трендовой обувью сезона красными Mary Jane. Также у меня авангардная модель сумки Bottega, которая выглядит как произведение искусства. И, конечно же, очки и украшения, которые из этого года. Поэтому классика классикой, а стилизовать актуально нужно уметь. К тому же такой кардиган в этом году будет потрясающе смотреться просто с синими прямыми джинсами. Показываю вам сейчас примеры образов. Смотрите, как его можно носить. И это будет скандинавский минимализм. Это будет немного французского шика. Все вместе. Поэтому я считаю, что вот именно такой кардиган от Lily Silk подошел бы очень-очень многим. Смотрите, какие у него красивые и элегантные пуговицы. Они подойдут к любой винтажной сумке, если вы умеете вплетать винтаж в ваши образы. Также этот кардиган можно носить как расстегнутым, так и заправлять его так, как сейчас это сделала я. И тогда лучше всего добавить на пояс ремень. Этот ремень, кстати, следующая наша вещь в обзоре. Куда же без ремней? Они никогда не пропадут с модных горизонтов, и ремень в образе всегда добавляют последний штрих. Если вы тот человек, который не носит ремни, а я знаю, что таких много среди моих клиенток, мне часто попадаются девчонки, которые ремень надо покупать, а я что-то никогда на это внимание не обращала. Так вот, если добавить к брюкам или джинсам классный ремень, то образ сразу же поднимается на следующий уровень. Я вам предлагаю обратить внимание на этот тонкий ремешок от Lily Silk. Классика классикой, и я опять это скажу, в этом сезоне снова вернулись в тренды тонкие ремни. Вот смотрите, как круто. Бренд вроде бы специализируется на классическом минимализме, на одежде, которую можно пронести сквозь года, но они все равно следят за тем, что сейчас актуально и вплетают вот эти микро-тенденции, длинные тренды в свои линейки. Поэтому, когда я увидела этот просто потрясающе изящный, тонкий, светлый ремень, я поняла, что мне летом без него никак. Он будет офигенно смотреться и с юбками, и с брюками, особенно с этими шелковыми белыми брюками от Lily Silk, которые являются героем нашего следующего сегмента. Про эти брюки от Lily Silk мой муж сказал очень сакраментальную фразу. Юля, наконец-то белые брюки, в которых не просвечивают трусы. Да, если вы не знали, я замужем за сирийцем, и у нас довольно консервативная семья. Вроде так по мне не скажешь, да? Но, например, в гости к нашим родственникам я бы летом не поехала в просвечивающих белых штанах. И поэтому, да, этот комментарий меня очень сильно порадовал. И действительно, брюки на подкладке, и сзади белье совершенно не просвечивает. Кстати, девчонки, вы меня каждый раз спрашиваете про эти топы. Это Zara, они распроданы. Они были в моем закрытом журнале по стилю. Кто успел купить по моей наводке, тот купил. Больше нету, сама бы хотела еще пять штук. А белые брюки как раз-таки новая коллекция, поэтому я вам очень советую приобрести их в свой летний гардероб. И их можно носить не только летом, именно за счет подкладки. За что люблю Lily Silk, так это за премиум качество. И действительно, когда брюки из тонкого летящего материала, ты их не особо поносишь ни осенью, ни весной. А эти белые брюки можно носить, например, с джемпером в весенних образах. Но еще, если вы живете в Скандинавии, то прохладный летний вечер никто не отменял. Конечно же, только брюками мы обойтись не можем. То, что всегда было, есть и будет, это джинсы. Но вот возвращаясь к тому, что я сказала вначале, недостаточно обозначить. Девочки, джинсы это навсегда. Купите джинсы, и вы всегда будете знать, что надеть. Потому что очень важен фасон джинсов, то с чем мы их носим. А также посадка по фигуре. Джинсы должны быть подобраны в соответствии со всеми этими пунктами, иначе, но это будет опять вещь, которая будет портить ваши образы. Например, если они не современные, плохо на вас сидят, тогда они скорее будут доставлять только неудобства и неудовольствия. В то время как джинсы это та вещь, которая подходит просто везде и ко всему. Можно носить как в казуальных образах, так и в более выходных, смотря с чем ты их соединишь. И конечно же, когда цвет денима подобран в соответствии с остальным образом, ну не знаю, мне сложно представить, что может быть в женском гардеробе какая-то вещь, которая, кстати, изначально была не женская, которая более долговечна. Поэтому инвестируйте время в то, чтобы найти подходящие вам джинсы, и вам станет намного быстрее и легче одеваться по утрам. Кстати, если вас интересует, что на мне надето, откуда эти балетки, что это за сумки и так далее, подписывайтесь на мой инстаграм. Там намного больше ситуативной инфы по стилю, я подписываю, что за вещи, где я их купила и так далее. Так что, если вы еще не в инсте, пожалуйста, бабь сюда, сканируйте QR-код и увидимся. Ну и конечно, говоря о вещах на все времена, невозможно говорить только о вот этой классической классике. Конечно же, есть и вещи, которые более спортивные, которые более органично смотрятся в гардеробах тех людей, которые живут расслабленной жизнью и много времени, например, проводят на природе, много путешествуют. Для таких случаев очень круто подходят и всегда будут подходить трикотажные штаны в рубчик. У меня темно-синие. Я часто их использую, когда куда-то летаю, например, потому что в самолете в них сидеть просто идеально. Также я люблю гулять в них с детьми. Ну и в целом это такая вещь, которую можно надеть, если ты принимаешь гостей или идешь на прогулку. В общем, думать слишком сильно не надо, всегда будет смотреться минималистично. И на самом деле, если к спорту можно применить слово классика, то это та самая вещь. Спасибо огромное, что сегодня были со мной. Я жду ваши пальцы вверх, если вы их еще не поставили. Также напоминаю про подписку и про то, что новые видео я вытаскиваю из ваших комментариев. Все приветствуются. Я все читаю. Не забывайте, что у меня трое детей, поэтому я могу не успевать всем отвечать, но я читаю. Поэтому, возможно, следующее видео будет основано на том, что вы напишите мне сегодня. Передвигайтесь в комментарии. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok